По итогам глобального форума, аграрного, который был в рамках «Зеленой недели» проводился, я могу сказать, в принципе, две вещи, скажем так, как подвести итоги или как резюме общее. Это первое, то, что мы видим, что перед глобальным сельским хозяйством стоят большие вызовы, а именно накормить растущие населения планеты. Но, с другой стороны, как мы видим в Германии, те, кто здесь живет, идет тенденция к тому, что потребители все больше хотят покупать продукты локальные, биологические, органические и так далее и тому подобное. И вот эти две тенденции, с одной стороны, должно производиться больше, а с другой стороны, должно происходиться качественнее и так далее и тому подобное, будут такими быстрыми и серьезными для всех производителей, независимо от региона. И в Азии, и в Европе, и в России, и в Германии и так далее. Еще одним, скажем так, важным пунктом этого глобального форума является то, что мы видим сейчас, вот то, что произошло в начале года с Украиной, это открытие, вернее, вступление в силу в зону свободной торговли между Германией, между Европейским Союзом, для упрощения, и Украиной. Региональные вот такие договоренности о упрощенной аграрной торговле тоже становятся все более распространенными. То есть все будет работать в все большее мере на двусторонних соревнованиях, так сказать. То есть нужно стремиться к тому, чтобы больше, как можно больше таких договоров заключалось на региональном и двустороннем уровне. Потому что это будет однозначно помогать аграрной и продовольственной, скажем так, торговле, международной торговле между странами или конкретных определенных стран. Поэтому вот, например, сейчас я считаю, что для Украины это действительно огромнейший шанс заключается в вступлении в силу в зону свободной торговли между ЕС и Украиной. Именно потому, что многие вещи облегчаются, многие вещи упрощаются, намного больше будет информации, в том числе в рамках того проекта, которым я сейчас буду руководить, который будет помогать украинским компаниям попасть на европейские рынки. И опять же, здесь только, можно сказать, это работа компании дальше стоит. То есть использовать эти шансы по полной, не бояться, не бояться работать, не бояться выходить на новые рынки, бороть этот страх чего-то нового, этих высоких стандартов, которые существуют в Европейском Союзе, и просто использовать шансы на полную.